я рада всех приветствовать меня зовут нина в этом гадании мы посмотрим что думал сегодня о вас загаданный человек если он думал сегодня о вас то что он думал что надумал его намерение планы и самое ближайшее действие в отношении вас если эта тема вам интересно загадывайте человека и будем настраиваться на гадание принимайте удобное положение старайтесь максимально расслабиться успокоиться подумайте о загаданном человеке представляете его образ проговаривайте его имя и для начала мы посмотрим самого загаданного человека чтобы понимать именно тот ли это человек которого вы загадали о котором вы думаете и ваш ли сегодняшний расклад посмотрим этого человека возможно что происходит его жизни и в каких энергиях он на данный момент находится и так смотрим его у нас сегодня за окном ремонтной работы поэтому я извиняюсь за шум если кому-то будет может быть плохо слышно сегодня и так смотрим мужчину смотрим загаданного человека на свете тут сразу три старших аркана выпадает на ту ситуацию которая происходит с ним его жизни ну во первых тут самый первое старший аркан луна может говорить о каких-то недоразумениях произошедших в его жизни либо каких-то тайнах либо том что что-то от него скрыто чего-то он не знает чего-то хотел бы чего-то хотелось бы ему узнать и вот эта карта солнце действительно говорит его огромном желании до огромном желании чтобы вот эта луна вот эта темнота из его жизни поскорее ушла и также об этом говорит карта пятерка жезлов зрите ему очень хочется спокойствие стабильности мира гармонии вот чтобы в жизни все уравновесилась да и почему-то мне идет именно в плане семейной жизни в плане отношений чтоб все было хорошо все было спокойно по карте солнце человек интересные яркие харизматичны умеет притягивать внимание также умеет находиться в центре внимания умеет завлечь разговором уметь найти общие темы уметь найти общий язык с незнакомыми людьми ну а также по карте солнце это человек который ценит себя также ценит он себя умеет себя преподнести он чувствует и знает что может нравиться что может располагать к себе людей и в каких-то своих целях может этим пользоваться по пятерке жезлов как я уже говорила здесь какой-то деструктив здесь какой-то дисбаланс нет гармонии не гармонии который он стремится который он очень хотел бы прийти на данный момент возможно с кем-то находится в конфронтации не может найти общий язык не может договориться может также вот эта пятерка жезлов говорит именно о его внутренних переживаниях да о том что он сам же борется с собой сам ковыряется в себе и возможно именно и гармонию он ищет именно в себе именно с собой потому что вот на данный момент конечно же по карте луна здесь есть нестабильность здесь либо есть нестабильная ситуация в жизни нестабильная ситуация может быть на работе в делах либо нестабильная ситуация в отношениях Именно то, что он может что-то не учитывать. Вот именно не складывается именно из-за какой-то одной недостающей детали, которую он именно не учитывает. И поэтому не складывается, и поэтому не может найти этого баланса, этой гармонии. И вот на данный момент ему, конечно же, очень хотелось бы прояснить ситуацию. Но также, как я говорила, здесь сразу три старших аркана выпадает. Ситуация для него на данный момент – это очень важно. Я бы даже сказала, первоочередная в его жизни. Ну вот так карты видят этого человека. Видят то, в каких энергиях он на данный момент пребывает. А теперь давайте посмотрим, как он видит вас вообще. Его отношение к вам. Ну а потом посмотрим, что он думает о вас. Итак, для начала мы посмотрим, как он видит вас на данный момент. Кто вы для него на данный момент? Как он видит вас на данный момент? Как он относится к вам сейчас? Вот так, смотрим. Ну, смотрите, карта маг. Сразу же. Первая карта маг, первая карта император. Знаете, он словно бы видит вас манипуляторшей. Мне только такое слово пока приходит. Ну и также по королю кубка, он, конечно же, в вас влюблен. И ему бы очень хотелось иметь над вами власть. Ему бы хотелось именно чувствовать свое превосходство над вами. Но на данный момент, смотрите, вот по этим картам, словно ведете вы. Словно вы пока вот одерживаете победу в том, что происходит между вами. Или, смотрите, десятка жезлов говорит о сложности, о тяжести, о том, что не понимаете, либо не слышите друг друга. Смотрите, он видит вас так, что вы любимая женщина для него. Он испытывает к вам чувства. Потому что король кубка всегда говорит о любви. О том, что женщина очень нравится. И в то же время ему очень тяжело в общении с вами. Ему очень тяжело найти в точке соприкосновения. Ему очень тяжело найти общий язык. Ему очень тяжело добиться от вас того, чего ему хотелось бы. Вот действительно очень сильно хотелось бы в ваших отношениях. Вот мне здесь идет так. Ну и также вот эта восьмерка Пентакли на вопрос, как он видит вас, может говорить о том, что вы словно знаете сейчас, как отвернулись от него, да, заняты своими делами, заняты своей работой, заняты своим, вот построением своей жизни, возможно, именно без него. Потому что, смотрите, ни одной женской карты не выпадало. Смотрите, вот мужские карты, да, сидит он сам один в своих мыслях, в своих переживаниях, закопался, знаете, словно бы ищет проблему в ваших отношениях, возможно, даже там, где ее нет. Чего-то себе надумывает, планирует, может быть, фантазирует по поводу вас, да. Ну, а вы вот по восьмерке Пентакли, знаете, вот вы словно действительно отошли в сторону. Потому что восьмерка Пентакли иногда говорит о том, что вот вы показываете вид, что занимаетесь своими делами, что он вам совершенно не интересен, но и в то же время одним глазом, да, поглядываете. А что же там у него происходит? Но он этого вашего подглядывания не чувствует. И поэтому ему кажется, что вы отстранились, вы отдалились, вы им не интересуетесь, и вы словно бы вот таким своим поведением, да, по карте маг, по карте император, ведете с ним игру и хотите одержать над ним верх, да. Словно именно вы хотите контролировать течение и развитие ваших отношений. Ну, вот, мне идет такая информация, да. Давайте посмотрим, а думал ли он вообще именно сегодня о вас, вот, на данный момент, когда вы смотрите этот расклад, думал ли он сегодня о вас? Думал ли он сегодня о вас на данный момент, на момент, когда мы делаем этот расклад? Как-то мы делаем этот расклад. Ну, да, смотрите, карта Сила Старший Аркан говорит о том, что он пытается противостоять своим чувствам, своим эмоциям. Ну, знаете, знаете, я вам скажу так, ну, смотрите, вот по этим картам он сегодня не планировал думать о вас, да, он сегодня хотел исключительно думать о себе, исключительно заниматься собой, побаловать себя, да, наслаждаться жизнью. Смотрите, девятка кубков, самая первая карта. Вот он сегодня вообще в его планах не входили сегодня вот мысли о вас. Ну, посмотрите, по пятерке кубков. Он пытался, да, он, может быть, даже с кем-то развлекся, да, со своими друзьями куда-то сходил. Но, несмотря на это, пятерка кубков говорит о том, что о вас он все равно не смог сегодня не думать. И карта Сила, смотрите, с десяткой мечей. Он не хотел, да, он думал провести день как-то по-другому, не думая о вас, но в то же время мысли сами пришли ему в голову. А почему? Потому что очень скучает, очень тоскует. Если вы сейчас на расстоянии, если между вами нет общения, если вы не вместе. Вот эта карта пятерка кубков говорит, насколько он тоскует, насколько ему тяжело и плохо без вас. И даже когда он где-то, да, общается с кем-то, развлекается, как-то даже приятно и хорошо проводит время, мысли о вас даже в эти моменты, в эти мгновения могут его посещать. Ну, потому что, смотрите, вы для него как главный заветный подарок, как вот приз, да, который он прям очень сильно хотел бы, который он очень сильно желает, вот всей своей душой, всем своим сердцем. Но по десятке мечей здесь есть преграды. Здесь, знаете, по десятке мечей действительно, может быть, вы уже как-то отошли от него, охладили, отвернулись. Смотрите, он видит себя словно проткнутым десятью мечами. Ему очень больно на данный момент. И чтобы ощутить себя опять сильным, опять полным сил, ему нужно почувствовать вашу любовь. Ему нужно знать, что он вам до сих пор нужен, что вы до сих пор его ждете, любите, что вы до сих пор готовы делиться своей любовью с ним, своими чувствами, да. Ему очень хочется, чтобы вы были открыты для него, чтобы вы опять дарили ему свою любовь. Вот он словно этот лев готов покориться вашей силе, готов покориться вашей любви, готов покориться именно вам. Ну давайте посмотрим, что же он еще сегодня о вас думал. Потому что то, что он о вас думал сегодня здесь, конечно же, видно. Как бы он не пытался сопротивляться этим мыслям, он все равно думал сегодня о вас. И что же он еще о вас сегодня думал? Что же он еще о вас сегодня думал? Ну, знаете, вот ощущение того, что либо мужчина младше, да. Либо, что мужчина как-то недорос до вас, либо вы статуснее. Ну, смотрите, ему, конечно же, очень хочется любви. Ему очень хочется легкости. И он очень хотел бы отношений. Даже Паш Пентакли говорит о том, что он хотел бы строить с вами отношения заново. Сегодня его посещали именно такие мысли. Вот, а что было бы, если бы вы опять заново встретились, заново познакомились? Если бы опять заново началось развитие ваших отношений? И, вы знаете, здесь словно мечты такие, да. Вот, когда вы встречаетесь, и между вами, вот смотрите, идет такое непринужденное общение, любовь, гармония. Вот, ему хочется, действительно, вот искренне хочется именно любви от вас. Ему хочется отношений с нового, с чистого листа. Ему бы хотелось, вот, действительно, начать все сначала. И если бы ему, вот, действительно, предоставился бы такой шанс начать все сначала, начать все с нуля, то на данный момент он бы, конечно, этим шансом распорядился правильно. Он бы этот шанс не упустил. Потому что вот здесь, вот, глядя на все то, что выпадало до этого ряда карт, можно сказать, что здесь, скорее всего, мужчина, да, мог сделать выбор не в вашу пользу. Либо мог сделать какой-то ошибочный выбор. И вот сейчас у него, словно, идут такие мысли, что если бы он вернулся в прошлое, то он бы все переиграл. И если в прошлом, скорее всего, этот выбор он мог сделать именно разумом, то вот сейчас, в настоящем, либо вот в будущем, он бы очень хотел сделать этот выбор сердцем. Этот выбор, который именно в сторону его любви. Ну и также, смотрите, вот по этим картам, которые предшествуют вот этой карте шут, здесь можно сказать, что этот человек на данный момент думает, что он недостоин вас. Здесь не обязательно может быть то, что человек младше, но именно то, что вы чище, вы честнее, вы справедливее. Самое главное, что он думает, что вы именно честны сами перед собой, в отличие от него. Если вы любите, то вы признаете и принимаете эти чувства. Вы не пытаетесь их чем-то маскировать, либо чем-то заглушить, в отличие от него. Потому что он понимает, что до вас он не дотягивает, да? Ему у вас еще многому чему бы поучиться и научиться. Ну и смотрите, для кого-то может быть еще актуальна и такая информация. Вот смотрите, центральная карта у нас шут, это старший аркан. И словно по обе стороны от этого старшего аркана есть, как знаете, как две чаши весов. На одной деньги, пентакли, на другой чувство любовь. И возможно на данный момент, вот что он сегодня думал, да? Возможно он именно стоит сейчас, не когда-то он сделал этот выбор, а для кого-то может быть актуальна именно такая информация, что на данный момент он стоит перед этим выбором, да? С одной стороны материальная сфера, деньги, карьера. А на другой стороне здесь любовь, здесь чувства, здесь взаимность. И если для вас актуальна именно такая информация, вот выбор, да, человек должен сделать выбор, принять решение, то вот именно сегодня он думал об этом выборе. Но смотрите, пока еще ни одна из чаш не перевесил. Он до сих пор еще не принял это решение. Ну вот такая информация здесь идет от этих карт. Поэтому давайте, исходя уже из этой информации, посмотрим на его планы. Что же все-таки он на данный момент планирует по поводу вас, по поводу ваших отношений? Его планы на сегодня, его планы на сегодняшний день по поводу ваших отношений. Ну смотрите, здесь опять же семерка кубков говорит, что человек еще не решил. У человека еще нету точного решения по поводу ваших отношений. Вот смотрите, даже карты такие, вот расплывчатые. Что семерка кубков? Что верховная жрица? То, что здесь идут чувства, вот смотрите, и закрытая карта, да? То, что здесь идут чувства, здесь вот однозначно. И по верхнему ряду карт, по верхнему. И здесь вот показывает семерка кубков, королева кубков. Вот если вы загадывали, да, этот расклад, если вы смотрите сегодня этот расклад, то вот женщина, который думает, женщина, к которой он испытывает глубокую привязанность, глубокие чувства, это вы. Здесь по этим картам я могу с уверенностью вам об этом сказать. По карте жрица здесь прям притяжение очень сильное. Но вы от него словно далеки. Вы от него холодны, вы от него закрыты. Он словно бы не знает, чего от вас ожидать, что с вами происходит, что у вас в голове, что у вас на уме. И говоря о планах, вот эти карты нам говорят, что на данный момент, на сегодняшний день стопроцентной уверенности в том, чего бы он хотел от вас и от ваших отношений, у него нет. Ещё и четвёрка мечей, завершающая карта ряда, говорит о том, что вот на данный момент сейчас идёт именно тот период, когда он раздумывает, когда он принимает решения по поводу своей любимой женщины. Как вам дальше быть, как вам дальше существовать вместе. И именно вот это на данный момент занимает все его мысли. И сейчас я понимаю карту Луна, потому что вот эти карты, они также по энергетике очень похожи на карту Луна. неизвестность, скрытость, иллюзии, мечты, информация, которой он не владеет. Возможно, даже вот по этим картам он пытается собрать о вас информацию, он пытается следить за вами. Либо он очень хочет это сделать, но запрещает себе следить за вами, чтобы ещё больше не разжигать свои чувства к вам. И если вот эти вот карты рассматривать именно как ответ, конкретный ответ на вопрос, какие планы, какие намерения, то вот эти карты показывают, что никаких чётких планов, никакого логического решения у него на данный момент по поводу ваших отношений нет. Он однозначно по этим картам не планирует ставить точку, однозначно не планирует завершать отношения. Но по этим картам я не вижу и его развития, его движения в плане отношений. На данный момент у него именно пассивная позиция, позиция ожидания. Может быть, он надеется на то, что судьба как-то может вмешаться во всё то, что сейчас между вами происходит, что что-то само сдвинется с места. Но вот именно его планов, что он какие-то планы строит, вот я не вижу здесь пока. Ну, а действия? Давайте посмотрим его действия. Загадывайте сроки, и мы посмотрим его действия в самое ближайшее время. Каждый для себя интуитивно загадывает срок. И в загаданный срок мы посмотрим, какие действия и каких действий от него можно ожидать. Каких действий от него можно ожидать в загаданный срок? Каких действий от него можно ожидать в загаданный срок? Каких действий от него можно ожидать в загаданный срок? Смотрите, центральная карта говорит о том, что движения будут Говорит о том, что в загаданный срок этот человек проявится И даже по карте колесница он может прийти и приехать сам Может объявиться, появиться на вашем пороге Но также по карте девятка мечей здесь идут страхи Того, что вы можете его не принять Того, что вы ожидаете его, вот смотрите, с этим мечом наготове Но и несмотря на то, что все-таки эти страхи, опасения вашего холода Наткнуться на ваш отказ, наткнуться на ваш холод Есть, несмотря на это, под десятки пентаклей Он бы хотел прийти к вам с каким-то именно конструктивным предложением С каким-то мирным, спокойным разговором Ему бы очень хотелось именно встречи, сесть и поговорить И вот эта карта колесо фортуны говорит о том, что он ожидает момента Самого подходящего момента, чтобы появиться у вас на пороге И чтобы вы действительно по королеве мечей его не оттолкнули И поэтому вот этот вот предыдущий ряд карт, который говорил о его намерениях Объясняется тем, что сейчас на данный момент планов у него никаких нет Потому что он боится, что что-то напланировав, что-то решив для себя Какие-то действия совершит по отношению к вам И вы, знаете, его оттолкнете Вы ему скажете нет, и уже тогда назад дороги не будет И вот эта нерешительность в его планах на данный момент, на сегодняшний момент Может именно упираться в то, что вы для него как королева мечей Что вы от него отдалились, вы закрылись, вы не хотите общаться Вы, возможно, даже где-то в какой-то степени могли уже и поставить точку Сказать ему о своем решении И именно этим могут и объясняться вот эти карты Его нерешительности, вот этого его застоя в планах Но на самом деле здесь огромное желание проявиться Огромное желание появиться, приехать Даже не то, что написать, позвонить А именно приехать, прийти к вам на разговор И поэтому карта Колесо Фортуны, она указывает нам на то Что человек просто ожидает удобного случая Чтобы появиться Чтобы проявиться к вам И чтобы, знаете, вот как-то этот разговор действительно мог быть Мирным, дружелюбным Чтобы вы не оттолкнули его И поэтому в загаданный срок, конечно же, вы можете ожидать этой встречи Ожидать этого разговора Может быть, это будет чуть-чуть попозже Может быть, даже и пораньше, да Именно когда он посчитает, что это самый нужный момент Вот объявиться сейчас на вашем пороге Вот именно в тот момент он и появится Ну и, конечно, девятка мечей говорит о его страхах О том, что сдерживать его проявления Сдерживать его какие-то действия по отношению к вам Могут именно его страхи Именно его страхи того, что вы можете не принять Вы можете оттолкнуть И уже тогда Дороги назад, дороги к вам Уже к нему будут все закрыты И вот это вот свое появление Он рассматривает, я бы даже сказала Как последний шанс Быть рядом с вами Быть вместе с вами Ну вот такой сегодня Получился расклад Я надеюсь, что этот расклад был подсказкой для вас Надеюсь, что этот расклад был полезен для вас Пишите свои отклики Оставляйте комментарии Для меня очень важна обратная связь А также я очень благодарна за любую вашу активность Благодарна всем, кто подписывается на мой канал Остается со мной Я всегда очень рада новым друзьям Будьте любимы и счастливы Я прощаюсь с вами До новых встреч и до новых раскладов Всего вам доброго, друзья